Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента, сейчас с нами на коротком интервью и сразу к вопросу. Михаил, здравствуйте. Военная помощь США для Украины. Конгресс может еще на несколько недель перенести голосование по пакету помощи. И Владимир Зеленский уже заявил, что Киев может согласиться и на кредит для Украины, который предлагает спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Как потенциально может выглядеть этот кредит для Украины? Да, точно так же, как и сейчас выглядит помощь. То есть, грубо говоря, вам передают ведь не деньги конкретно, вам передают пакет, который состоит из определенного количества военных инструментов. Просто одно дело, когда это в рамках материально-технической помощи бесплатно эти инструменты уходят, и дальше внутреннее бюджетное списание в самих Соединенных Штатах. А здесь будет просто записано, что эти инструменты на такую-то сумму в виде материального кредита для Украины. То есть, для нас с вами это не меняет сути. Ну, то есть, президент об этом и говорит, нам нужно в этот момент войны получить необходимое количество определенных инструментов. Какие? В данном случае это снаряды для системы РСЗО, для тех же Хаймарсов. Это те же снаряды, которые есть у 55-го калибра к гаубицам 3-7-ки. Это те же, условно говоря, авиационные бомбы, дальнебойные ракеты. Ну, хотелось бы, конечно, атакам, но это уже другой вопрос. И дополнительные противоракеты к системам ПРО. Вот что нам нужно. Нам нужно конкретное количество. Формат расчета. Смотрите, выигрываемая войну, взаимные списания, договоренности, тяжелые переговоры. Все это будет, но тем не менее, для Украины, в принципе, я думаю, будут найдены те варианты, которые нас с вами абсолютно устроят. Если войну выигрывает Российская Федерация, то мира нету, тогда без разницы, кто кому что должен. Я просто хочу, чтобы мы здесь точно понимали цену этого момента. Вот помощь американцев, я считаю так, юридически они могут найти любую договоренность между собой в рамках кампании электоральной, которая же, к сожалению, для нас идет. Это демократы и республиканцы. Я так понимаю, что ни та, ни другая партия не хочет уступать никому первенства в поддержке Украины, как это непарадоксально звучит. То есть не хотят, чтобы одна партия ассоциировалась с победоносными, условно говоря, действиями Украины. Как-то чревато для нас это дело. Очень чревато для нас, к сожалению, но потому что чем дальше ты от войны и чем, скажем так, дальше ты от эпицентра событий, то у тебя время по-другому идет. Для нас оно идет в ускоренном режиме, а для них оно идет в замедленном режиме, в режиме такого вальяжного политического торга. То есть кто кому что и как, какие будут стартовые позиции. Для нас же здесь нет никакого политического торга. Президент, кстати, об этом неоднократно говорил. Для нас это вопрос выживания конкретных больших городов, например, Харьков. То есть чем дальше Россия просто сейчас демонстративно что делает? Она в 21 веке, я просто поражен отсутствием надлежащей реакции международных институтов. В 21 веке они просто авиационные бомбы отправляют на город-миллионник. Для того, чтобы его закрыть, вам нужны системы только Патриот. Потому что по авиационным бомбам, в принципе, конечно, себестоимость немножко другая будет. Но тем не менее, у вас должны быть Патриоты для того, чтобы работать по баллистике, которую по Харькову пускают, и по авиационным бомбам. Ну вот это вопрос. Вопрос для нас с вами, это вопрос конкретного инструмента здесь и сейчас. Вопрос для американцев, это вопрос политических диспозиций на ближайшие 8 месяцев. Точно так же мы, к сожалению, с вами попадаем в период, когда будет очень много выборов в европейских странах, выборы в Европарламент. И мы сейчас видим одну очень странную составляющую в информационной эре. Сейчас продаются не те люди, которые системно понимают, продают, я имею в виду себя, как политиков, которые понимают системность той или иной проблемы, глубоко ее анализируют. Они просто скучные, ботаники. Сейчас продаются пассионарии, которые могут прийти и сказать, смотрите, мы знаем, как решить. Мы это быстро решаем. Они потом не решают, конечно, они наоборот усугубляют эту проблему. И не национально. Да их много. Все ультраправые, ультралевые партии, все до единой. Все, мы видим даже выигрыши, которые там в целом ряде европейских стран уже вчера, позавчера, вернее, в Словакии закончились выборы президентские, мы видим, кто там выигрывает и так далее. То есть, соответственно, сейчас время, когда избиратель в любой стране напуган, в том числе напуган войной, она реально масштабная, то есть она психически, психологически влияет очень сильно, избиратель напуган и хочет получить конкретные лживые ответы на сложные вопросы. Простые лживые ответы, именно лживые. И, соответственно, пассионарии выходят, говорят, смотрите, это решается очень просто. Вот так щелкнул пальцами и все решил. И так далее. И за них избиратели голосуют. Они заходят потом в парламенты, ничего не делают, все резко ухудшается. И, соответственно, следующий круг очень плохой. Пассионарии те же популисты. Очень большие популисты, да. Ну, пассионарий, он по определению часто бывает популистом, в силу того, что ему хочется нравиться людям. Информационная эра, еще раз подчеркиваю. Информационная эра, и у нас в Украине, кстати, тоже это часто проявляется, когда хочется на сложные вопросы, особенно внутри войны, ответить просто. Так не получится. Но, тем не менее, я тут хочу подытожить все. Что субъектность Украины до сих пор на таком высоком уровне, что она позволяет все-таки вести эффективные переговоры, додавливать страны. Мы видим изменения полностью, концептуально, фундаментально перестроенную Европу. К сожалению, не столько много накопленных инструментов на складах европейских. Ну и, кроме того, Европа просто панически до сих пор боится, что Россия может вдруг ни с того ни с сего ударить на северном направлении. Ну, имеется в виду Балтийскую акваторию берем и так далее. Но Европа начала менять полностью свое понимание роли России, роли войны, роли военных производств, инвестиций в военные производства и так далее. Это очень хороший, добрый знак. Закрывая тему кредита, все же хочется понять. Вот я где-то читала мысль, что кредит, он даже почему-то лучше, чем вот эта финансовая помощь, 61 миллиард долларов. Почему? Объясню, что я читала. И скажите, так ли я понимаю это? Что в кредите можно дать, допустим, сразу за месяц 10 истребителей. К примеру, я просто фантазирую. В то время, когда в эту финансовую помощь мы этот истребитель 3 месяца ждем, 1 штука. Тоже, опять-таки, очень образно. Что кредит, возможно, чем-то будет... В общем так, что кредит это не худший вариант для Украины во всей этой истории. Ну, вообще нету плохих вариантов, если вам дают инструмент, который нужен для этого этапа войны. Еще раз, вот эти договоренности, это же ведь юридические форматы. Юридические форматы будут обсуждаться в зависимости от итогов войны в любом случае. То есть кто, что, как, кому должен и так далее. Но для нас же приоритетно сейчас что? Приоритетно иметь тот объем инструмента не только для ведения оборонительной войны, но и для наступательных операций, которые позволят, собственно, выйти на совершенно другие диспозиции. Вот сегодня Россия окончательно аккумулирует. Я понимаю, что весна-лето это итоговое накопление ресурсов России будет. Ну, просто больше найти ресурсы в таком объеме для подобной экспансии тяжело, честно говоря. Они и так уже там все выжимают, все, что можно. И так они уже находятся в состоянии большого просителя. У той же Северной Кореи выпрашивают снаряд. У них тоже большие дефициты. Все, что Россия рассказывает, и то, что мы там читаем пропагандистские, мы сейчас формируем две армии, будем захватывать Харьков и так далее, все, все так, но все не так. Ну, парадоксально звучит и так далее. У них максимальное напряжение и военного производства. Они свезли со всех направлений. Дальневосточная, Балтийская, Северокавказская, Среднеазиатская. Везде забрали все, что у них было накоплено, подготовлено. Все это свезли на украинское направление и воюют здесь. И так далее. Собрать повторно все это невозможно. 7 тысяч снарядов Северная Корея как-то передала? Не 7 тысяч, а полтора миллиона снарядов. Это ракеты. А, это ракеты. Знаете, что сейчас Северная Корея делает? Северная Корея использует войну против нас с вами под молчащие взгляды тех, кто накладывал на нее санкции, для того, чтобы отработать нормально эти ракеты. Ну, то есть они смотрят, как они действуют в боевых условиях, те же Квасонги 11-е. И, соответственно, потом будут носить в них изменения. Для меня это загадочно выглядит, потому что они ведь эти ракеты будут потом использовать в других войнах, если Россия не проигрывает. То есть, для Европы это очевидно. Для Соединенных Штатов нужно продолжать, еще раз подчеркиваю, вернусь сначала, пользуясь нашей субъектностью, продолжать доказывать. Такого типа войны не имеют решений компромиссного толка. Кто-то в этой войне обязан проиграть. Либо демократия, не Украина, либо демократия проигрывает. И тогда говорим, все, мы не влияем на международное право, международного права нету, право сильного есть, ядерные государства доминируют. Причем они могут в любой момент сказать, нас не устраивает то, что вы нам предлагаете. Ну, вот Россия скажет, знаете, нас не устраивает наличие стран Балтии. Ну, не устраивает. Нам хочется иметь прямой коридор в Калининград. Сувалский коридор, дайте нам его. Не хотите дать, мы тогда его заберем сами, насильно. И так далее. Вот это будет означать неправильный финал войны, не только для Украины. Михаил, буквально пару дней назад издание «Ля Република» опубликовало информацию со своими источниками, что на летнем саммите в Вашингтоне НАТО ювелейном будет возможно Украине предлагаться в обмен на дальнейшее членство в Альянсе отказ от временно оккупированных Россией территорий в Украине. Приемлем ли этот вариант для официального Киева? Ну, тот, кто это пишет, он, наверное, где-то в параллельной реальности находится. А он с субъектом по фамилии Путин или Патрушев договаривался? Вот они зашли сюда, смотрите. Вот заходит большая страна, полностью обнулив свою репутацию, полностью выйдя из высокотехнологических рынков, положив здесь минимум, давайте минимум возьмем, санитарных потерь полмиллиона своих граждан, полностью перестроив свою страну милитарную, вообще в дикую страну и так далее. И тут вы ему говорите, смотрите, ну вот вы там немножко захватили, вас это все устроит, давайте. Ну, то есть как вы себе это представляете? То есть они не решали ни одной своей задачи. Какая задача? Уничтожение Украины как государственной концепции. Уничтожение максимального количества людей, ну или депортация людей, переселение сюда людей там из глубинки российской и так далее. То есть здесь должна быть грязь. Санитарная зона, причем вся. Причем униженная. Украина должна испытывать себя максимально униженная, оскорбленная, раздавленная и так далее. Они это добились? Нет. Они это не могут добиться. Дальше. И вы подписали, и Россия потом не возвращается на высокотехнологические рынки. То есть она остается отсталой страной, которая должна будет ориентироваться на другие рынки. Ну то есть как? То есть это абсолютно отсутствующая концепция. Это такая, знаете, мне это напоминает такую легкую инфантильность такого плана, детского плана. Да, ну вот можно я напишу большое стихотворение и буду где-то получать уже Нобелевскую премию по литературе? Вот примерно это так выглядит. Это отсутствующий сценарий. Во-первых, еще раз, Россия, не достигнув своих целей, она не остановится в любом виде. Второе, а зачем ей надо будет останавливаться, если она не несет ответственность за военные преступления? Она демонстративно убивает, массово убивает людей, атакует, еще раз подчеркиваю, баллистикой, крылатыми ракетами, авиабомбами, атакует население в городе Ивано-Франковск, Львов, Запорожье, Днепр, Харьков. Полностью все сносит. Зачем ей отказываться от экспансии дальше? Просто в чем логика? Ну, а часто западные партнеры давят, манипулируют вот этим вопросом? Нет. Вот как раз-таки сейчас, в отличие от годичной или полутора даже годичной давности, в Европе есть четкая, доминантная точка зрения, что эта война должна закончиться справедливым финалом. Нужно все сделать, особенно Северная Европа, Центральная, Восточная Европа. Они катастрофически заинтересованы в справедливом финале в этой войне. Что такое справедливый финал? Россия обязана проиграть. И это важно не для Украины уже, это важно как раз для Европы с точки зрения возврата к гарантиям будущего. То есть других вариантов нету, они это прекрасно понимают. К сожалению, они, знаете, за последние, особенно после распада СССР, у всех возникла такая иллюзия, что войны будут экспедиционного характера, небольшие, достаточно будет иметь хорошо вооруженные спецназы в количестве там от 5 до 50 тысяч, больше не нужно, и война будет идти на территориях других государств или даже других материков. В Европе просто жили вальяжно, расслабленно, считая, что мы более-менее имеем там какие-то другие проблемы, но точно не проблему большой войны. Сейчас это все по-другому. Сейчас они прекрасно понимают, что в любой момент мир, традиционный мир, может быть уничтожен. И это будет делать только такого типа страна, как Российская Федерация. Почему? Она претендует на другой статус, она не хочет территорию у вас забрать, она хочет получить право доминирования на большой территории, то есть чтобы все говорили, Россия, все, все, что хотите, забираете, делаете и так далее. В этом же проблема. И Европа сейчас полностью перестроилась, поэтому нет никакого давления и быть не может, потому что они понимают, что Россия не остановится. Вот тот, кто пишет такие тексты, это человек, который утром проснулся, неофит такой, да, ух ты, я посчитал фантастику, а давайте я напишу, вот есть классный сценарий же, я же такой умный, все же глупые все, все же точно ничего не понимают, а я понимаю, что вот же есть сценарий, он же такой простой и так далее. На самом деле нету такого сценария территории в обмен на тот или иной статус Украины. Еще раз, для России статус Украины отсутствует, то есть Украины не должно быть. Если ты не реализовал эту задачу, поставив ва-банк все, ну то есть пойдя ва-банк, да, ну ты не остановишься и, соответственно, нету никакого статуса. Она заблокирует вам переговоры, она будет вести такой, ну давайте разговаривать, вы это уже за нами юридически закрепите, а теперь по статусу вашему, не, мы против. Так мы же вам отдали территорию, ну так и что, вы нам еще это отдайте. Поэтому таких разговоров быть не может, да, это бесконечное колесо, по которому вы будете идти, пока вас в итоге не уничтожат. На летнем саммите в Вашингтоне, возможно, Украина получит дорожную карту для вступления в Альянс. Это будет что-то существенное, если это случится, или это просто очередной успокоительный приз? Я не думаю, что здесь есть успокоительные или не успокоительные призы. Давайте правильно расставим акценты. Для нас с вами сейчас главное, это чтобы наши партнеры перестали играть в ту традиционную для них игру конца 90-х, начала 2000-х, а просто передали масштабное количество оружия. То есть не боялись передать любое оружие в большом количестве, потому что ты не можешь воевать, например, против России, против большой страны, если у тебя разница в оружии там 1 к 10, к 12, к 15 и так далее, если у тебя его гораздо меньше. И если тебе еще и запрещают иметь то оружие, которое будет сопоставимо по разрушительной силе, например, с дальнобойными российскими ракетами и так далее. То есть война должна быть паритетная. Если она у вас не паритетная, вы всегда будете в позиции, так, подождите, мы не можем никуда дальше двигаться, у нас не хватает оружия. Поэтому здесь не вопрос дорожной карты. Здесь вопрос отказа от тех иллюзий, которые, к сожалению, все еще часть мейнстримовской элиты, европейской, американской, переживает. Это что значит? Это значит, если мы говорим о России, если мы что-то будем делать вместе с Украиной против России, это эскалация. Наоборот, если вы будете делать что-то с Украиной, это деэскалация. Если вы будете, они еще живут в иллюзии, что, например, если ты скажешь, Украина будет через 5 лет членом НАТО с такими-то функциями, с такими-то полномочиями, это эскалация. На самом деле это деэскалация. Они еще вот от этих иллюзий, от этих мифов не избавились. Это нужно объяснять, проговаривать, что для НАТО, для НАТО, для военного альянса сегодня второе дыхание. Он перестал быть просто политическим блоком, он становится полноценным военным блоком. Первое. Второе. Он понимает, что такое современные войны. Третье. Он обретает уверенность в себе. Четвертое. Он понимает, какие виды оружия нужны. И, наконец, пятое. Он получает ключевую страну, которая готова от одного названия Украина, когда выигрывается война у России, многие откажутся от экспансии. Вот там Украина. Все будут говорить, смотрите, в НАТО Украина. Давайте вы не будете рисковать, зайти на какую-то территорию, на Балканах, допустим. Почему? Ну, Украина будет участвовать в этом. И все. И это будет как фактор, полностью тормозящий агрессивные намерения. Я возвращаюсь к главной концепции. Вот сегодня Российская Федерация – это главный донор нестабильности глобальной. Крайне заинтересована, чтобы не было международного права, международных институтов. Ну, чтобы они были, ну, как промо-площадки, там, где можно прийти и поклоунадничать. И так далее. Она заинтересована в том, чтобы были дискредитированы репутации НАТО, Соединенных Штатов, Европейского Союза. Потому что тогда начнут бурно на первый план выходить такие страны, как Иран. Ну, например, типа, мы не хотим на Ближнем Востоке, вот то, что вы тут все устроили. Никаких правил нет. Мы будем атаковать суннитов, там, самое интересное, да. И будем разрушать, пока вы нам не отдадите возможность контролировать весь этот Ближний Восток. И так далее. Вот что будет происходить, если Россия не проигрывает. А сейчас не так. НАТО, для НАТО очень важно, чтобы Украина выиграла, потому что тогда НАТО становится доминантным военным альянсом. Одно слово. НАТО будет останавливать конфликты. Ольга Стефанишина, если пример по вопросам европейской интеграции, на днях заявила, что на самом деле все члены Союза, НАТО, они поддерживают вступы Украины, кроме Германии, Соединенных Штатов Америки. Почему? Потому что они все еще остаются в двух иллюзиях. В иллюзиях, что Россия – это большая страна, с которой нужно сидеть за столом и разговаривать. Германия живет в иллюзии, что Россия была очень неплохим экономическим партнером европейским, а немцы были промоутерами входа России на европейский рынок, не только на сырьевой, и доминирование там России. И по сути сказать, что Украина должна завтра стать членом НАТО, это значит сказать, что все, что мы тут 15 лет делали, это была ошибка, которая привела к тому результату, который мы сегодня видим в глобальной политике. Это тяжело. Они придут к этому. С ними надо работать. Еще раз подчеркиваю, смотрите, мы просто не совсем правильно расставляем всегда акценты. Мир не Украина-центричен, к нашему с вами огромному сожалению. Мир национально-центричен. То есть каждая страна в основу своего решения кладет свой интерес. Ну то есть вот нам это интересно, нам это неинтересно. И вот Российская Федерация, в отличие от нас с вами, была очень субъектна до начала и полномасштабного вторжения, и до начала войны против Украины в 2014 году. Она была очень субъектна. Она всегда предлагала какие-то опции выбора, она имела партнерские отношения не только с Германией, с Соединенными Штатами, со многими европейскими странами. Она что-то предлагала, что-то обменивалась. При этом она еще и обхватывала, обнимала эти страны своей культурой, все время какие-то мероприятия, своей информацией, своими коррупционными связями и так далее. Что делала Украина в это время? Украина вела себя как классическая маленькая страна, которая считала себя недостойной более глобального присутствия. Это была ошибка. Украина могла быть намного глобальной и конкурентной России. Почему Россия? Одна из причин войны, почему Россия хочет уничтожить Украину? Потому что, в принципе, мы можем показать другую сторону бывшего Советского Союза. То есть, условно говоря, вот есть старая имперская история, а есть вот абсолютно классное современное демократическое государство, выходец из СССР, но которое полностью отличается от СССР. Это Украина. Это конкурентные близкородственные отношения. Как думает Россия. Не мы с вами, потому что мы абсолютно разные. А Россия думает, что это близкородственные отношения, надо родственника убить. Ну, то есть, убить, чтобы не конкурировать. Так вот, нашей субъектности на глобальном рынке не было. Вот смотрите, в чем проблема этих двух лет? Мы вдруг стали субъектными, и все такие думают, а кто это? То есть, если бы нас знали заранее, если бы нас заранее обнимали, если бы мы дружили и так далее, тогда нам было бы намного проще сегодня получить те результаты, которые нужны с точки зрения оружия, с точки зрения поддержки финансовой и так далее. А сейчас что мы делаем? И то, Украина сделала гигантскую работу. Она обнулила почти все, что Россия нарабатывала десятилетиями после распада СССР. То есть, мы обнуляем российскую культуру, российское присутствие, российскую субъектность, российскую политику, российскую дипломатию. Все это обнуляется. Мало того, запрещается российские телеканалы, везде запрещаются. Технически просто запрещается российское коррупционное присутствие, российские гранты в учебных заведениях. Вот все это Украина делает. Почему Россия люто ненавидит Украину? Потому что она понимает, в итоге, если война закончится поражением России, российского, русского мира не будет. Вообще не будет. То есть, будет какая-то мелкая страна, которая периодически будет отправлять делегации для того, чтобы установить какие-то контакты с какими-то другими странами. Вот в этом проблема. И поэтому, конечно же, другим странам, которые принимают или не принимают для себя решение о том, чтобы открыть полностью зеленый коридор для Украины, нужно пересмотреть свою длительную, десятилетнюю историю отношений с Российской Федерацией. Это тяжело. Мы это делаем. Смотрите, мы все делаем. Мы сломаем. В итоге, я не сомневаюсь ни на минуту, что мы все сломаем. Главное, дотерпеть до момента, пока вот этот весь слом произойдет. Очень важно. Очень важно не попасть в ловушку, когда очень тяжело. Как понять, что это весло сломано? Какой должен быть, не знаю, триггер? Как это должно произойти? Объемная поставка военной техники во всех ее проявлениях. Вот все, что нам нужно. Вот все, что нужно, должно быть в большом количестве. Что я имею в виду? Авиация. Не 20 самолетов, не 30. Просто сколько нужно, ребят? Дальнебойные ракеты. Что вы хотите уничтожить? У вас там НПЗ? Да уничтожайте. Вот это проблема. Снаряд не проблема. Снаряд просто нужно перестроить логистику покупки его на рынке. А именно те инструменты, которые еще вчера считались невозможными для войны против России. Авиация новая. Ну, я имею в виду новейшие экземпляры. Системы ПРО в другом количестве. Дальнебойная артиллерия. Вот дальнебойные ракеты. Вот это главное. И вот как только это будет так, смотрите, что нужно, забирайте. И когда перестанут играться, второй триггер будет, это когда перестанут играться, давайте так, мы вам помогаем национальными бюджетами, но давайте наши компании могут продолжать работать на российском рынке. Им же надо зарабатывать деньги, у них же акционеры. Акционерам же надо купить новую яхту. Ну как это? Он же в Средиземноморье не может ездить, да? Ну, ему же что-то надо новое. И так далее. Вот когда вот это мы с вами увидим, что они начнут жестко наказывать, вот просто выйдут премьеры или президенты европейских стран, скажут, смотрите, компании, которые в течение трех месяцев оставляются там в активах, или типа фиктивную продажу делают, они получат там вторичные санкции с нашей стороны. Вот тогда я буду говорить о том, что все, окончательно русский мир закрыт. Кстати, его нужно закрыть обязательно. Напоследок вот Институт изучения войны как раз писал, что Кремль готовит почву для переговоров. Украина получает какие-то сигналы об этом? Нет, Кремль, я не совсем понимаю, что такое готовит почву. Вот смотрите, идет жесткая война, высокой интенсивности война. Ты, если хочешь зайти в переговоры в нынешний момент, это значит, что Россия с позиции силы. Мы будем дальше вас давить, вы нам должны отдать это. Но это не переговоры. Россия хочет не проиграть войну. Еще раз хочу, она в любой момент может сесть с вами за стол переговоров, в любой. Для них главное, чтобы они не несли ответственность за то, что они сделали. И для них главное, чтобы у них осталась та политическая система, которая есть. У них главное, чтобы Путин остался, ну или кто-то вместо Путина, или тот же Патрушев и так далее. Для них это главное. Для них не главное уже территория. Территория, на которой они ведут боевые действия, это плацдарминное решение, пока они не получат гарантии, что они не проиграют эту войну. А сейчас им такие гарантии никто не даст. И, соответственно, теперь перейдем на нашу сторону. А что они нам могут предложить? Скажите мне, пожалуйста. Ну, то есть они что нам могут предложить? Вы, мы тут у вас порезали вас, мы здесь устроили массовую пыточную, мы здесь устроили массовую депортацию ваших людей, мы издевались над вашими девушками, женщинами, детьми, мы резали ваших стариков, мы ваши авиационными бомбами сносили. А теперь мы предлагаем подписать еще и, чтобы вы нам отдали территорию своей. А потом мы будем над вами издеваться, будем всегда говорить, ну что, повоевали с нами? И так далее. Это примет общество? Вот те все, кто два года воюет, ребята это примут, а семьи их примут, это все. Потому что финал может быть справедливый, несмотря на потери, он может быть только один. Когда у тебя военный преступник сидит на скамье подсудимых. И когда эта страна 50 или 100 лет выплачивает деньги всем здесь. И когда она платит деньги за восстановление всего, что она разрушила. Но самое главное, когда нет русского запаха на территории Украины. Ну то есть, при каких обстоятельствах Киев бы мог рассматривать хоть какие-то переговоры с Москвой? При уничтожении группировки, которая сегодня находится на оккупированных территориях. При тактическом обвале этой группировки в том или ином направлении. Потому что там будут необратимые процессы. А для этого, вот мне кажется, что те люди, которые говорят о переговорах, я имею в виду, они должны понять одну вещь. Позиции переговорные в любой момент изменяются, если и для них теперь наступает главное. Вот слово переговоры не забыли. Сколько вам нужно паритетного объема, каких видов инструментов, для того, чтобы обвалить на том или ином направлении линию фронта. А когда начнутся в России необратимые процессы, а мы их увидим с вами, вот тогда вы можете говорить о любых переговорах. Вы тогда можете выйти с издевательным, сказать, переговоры хотим. Потому что нас интересует теперь все, что мы хотим получить от вас. А когда ты имеешь дефицит снаряда элементарного, когда ты имеешь стагнирующую линию фронта, когда ты имеешь бесконечные угрозы с российской стороны, когда ты имеешь провокации России везде, когда ты имеешь спортсменов под нейтральным флагом российский, которые почему-то приедут в Париж, после заявления господина Макрона о том, что, ну, наверное, надо будет даже национальные контингенты водить, там же интенсивная война. Но это вызывает очень странные ощущения. То есть мы куда-то одновременно и туда, и не туда идем. Поэтому нужно определиться. В глобальной политике очень часто бывает проявление такой мозаичной психопатии или шизофрении. Она мне всегда импонирует, потому что позволяет более рельефно оценить глубину эрозии человеческой психики. Но в данном случае это слишком. Еще раз, двойственность, которую мы видим, санкции, которые не до конца работают, компании, которые работают на российском рынке, спортсмены, которые почему-то участвуют, Россия, которая сидит в Совете Безопасности, может заблокировать любую резолюцию и так далее. И в то же время мы видим явные, яркие заявления в поддержку Украины, но при этом не видим ярких и явных передач военной техники, которая была бы сопоставима. Но при этом опять же читаем, так а чего вы до сих пор не победили российскую армию? Как это странно. У вас один снаряд против их 100 снарядов. Вы же должны были их уничтожить. Мы не понимаем, как это может быть. Вот когда это перестанет, вот этот такой легкий, я бы не хотел брутальное слово употреблять, но легкая, скажем так, глуповатость, что ли, присутствовать в глобальном политическом процессе, тогда многие вопросы будут решены очень правильно, быстро и справедливо. Надеюсь, что здравый смысл возьмет верх над вот этим инфантилизмом, как вы говорите у наших партнеров. Спасибо вам огромное. Как всегда, очень емкие ответы. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова